здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы свяжем детскую шапку вообще-то я буду объяснять на любую размер то есть сам принцип вязания и поэтому видео вы сможете создать как детскую так и взросл взрослую лыжную шапку подшитую теплую поэтому смотрим до конца вот и даже на эту шапку значит первым делом вот у меня голова она вроде бы как взрослая но по размерам получается почти что такая детская я ее измерю ориентировочно чтобы вы понимали мой моя окружность головы далее я набрала пряжа у меня 416 метров 100 граммах вот и в одно сложение я вижу что для вас совершенно не важно вы можете взять пряжу любую пряжу и основываться на окружность головы теперь у меня 120 петель и это вязание в круговую видите вот если считать вот так вот да у меня 52 сантиметра голова это значит половина это 26 сантиметров здесь у меня 13 сантиметров то есть ровно половина в ненатянутом состоянии ровно половина окружности головы это значит что всего 26 голова у меня 52 сантиметра да это значит что потом она натягивается вот смотрите она натягивается еще больше то есть в спокойном абсолютно спокойном состоянии у нас получается половина той цифры которую которая у нас окружность головы это ориентировочно то есть свяжите абразив посчитайте в таком резинку в стянутом состоянии плотность вязания и вот по этой плотности вы считаете вы считаете сколько вам нужно набирать петель я думаю это понятно есть видео с расчетом вот я оставлю ссылку под видео в описании вот далее основной важный момент я набрала эти сто двадцать петель и вязала вверх смотрите если вот так вот мерять вы меряйте за вашей я должна сюда войти и вот так вот мы меряем до носа приблизительно как бы вот это первая часть вязания у нас то есть вы уже меряете сколько на шею надо вот так вот или либо длиннее это вы уже здесь на этом этапе как бы на себе меряйте у меня это составило 20 сантиметров далее нам нужно отверстие сделать для глаз для этого у меня 120 петель делим их на 3 это 44 вернее 40 петель да то есть из этой окружности 120 петель мне нужно закрыть эти 40 петель а здесь у меня 80 то есть две трети одна треть у нас уходит на это отверстие любого количества какое бы у вас не было а две трети у нас уходит вот одна треть у нас будет здесь вот отверстие а две трети уходит по голове значит что я делаю здесь вот хорошо что круговое вязание здесь мы где где находится закрываем петли то есть сейчас я заказ вот я вязала в круговую резинкой 2 на 2 сейчас я закрою эти 40 петель и продолжу газать уже так закрывать 40 петель смотрите 20 петель я закрыла ось 40 петель говорю здесь у меня осталось 80 и теперь я вижу поворотными рядами один сантиметр где-то не больше чем один сантиметр просто вот эти 80 петель это будет где-то 4 ряда я так предполагаю не больше ну может быть 6 ну в общем все таки в общем 4 ряда вижу сейчас просто вот эти вот петли поворотными рядами вот я провязала 5 рядов ну 5 он как бы сейчас у меня будет продолжаться воздушными петлями то есть всего 5 рядов я провязала и теперь я до убираю эти 40 петель вот я провязала 5 ряд здесь у меня рабочая нить и добираю 40 петель я добрала эти петли и теперь я буду вязать по кругу я продолжаю вязать вот сейчас я соединю здесь сюда как бы с другой стороны и вяжу по по кругу далее я зря конечно это сделала передвинула все петли прям так сразу не надо было оставить видите что сделала зря передвинула петли вот по узору смотрим у меня здесь сейчас две изнаночные и далее вяжу по кругу а эти петли просто вяжу в узор в резинку 2 на 2 как они лягут по сути я наверное провязала почти точно так же как и внизу сейчас я вам скажу сколько 16 сантиметров но очень важно тут дело не совсем сантиметрах просто у каждого из вас будет свой размер вот мы меряем обязательно на голову и учитывая то что у нас будет этот мех и шапка поднимется за счет этого меха смотрите мы отсчет ведем видите вот если стянуть вот так вот что шапка готова то здесь у вас должно быть на уровне глаз когда мех поднимет эту шапку она понятное дело будет вот так вот ну ориентировочно вот сейчас на данном этапе вымеряете вот таким вот образом то есть это и есть ваш запас на объем на тот мех который будет здесь уже мы ничего не меряем теперь нам нужно сократить макушку и подшить эту шапку для этого я вяжу вяжу по две петли вместе две изнаночные две лицевые две изнаночные две лицевые две лицевые попробовала перевернуть не знаю наверное надо изнаночные не надо а вот лицевые перевернуть чтобы красивее было вот вот таким вот образом я провяжу один ряд потом еще ряда три просто без изменений провязала еще три ряда кроме вот этих так теперь следующим этапом я провяжу по две вместе так изнаночные перенесу туда а лицевую с изнаночной по две вместе один круг сейчас уже просто два ряда мы это все закончим еще один круг по две вместе и тогда уже соберу все петли на иглу так все девчонки теперь оставлять чуть подлиннее ниточку отрезаю иголочкой стяну оставшиеся петли и будем подшивать видите их тут совсем мало осталось так готово здесь я оставляю такую петельку для завязывания продеваю все на изнаночную сторону и все изнанки завяжу так далее будем подшивать подшивать я буду вот этой ткани спрашивала у девчонок как называется в России эта ткань я не знаю девчонки вот правда не знаю что вам сказать но вот она я ее использовала я ее использовала для подшивания курток вот такая она в принципе для этого и предназначена еще пледы из нее есть вот такая вот в общем зайдете в тканевый магазин я думаю на ощупь либо флис вот тоже может быть значит выкраиваем деталь деталь по ширине головы ни в коем случае не меряем по шапке потому что шапка у нас будет тянуться подкладка будет но совсем немножечко поэтому учитываем пожалуйста это значит голова помним у меня было 52 сантиметра это 26 вот половина это 26 26 сантиметров за счет того что тканюшка немножко тянется мы припуски на швы не делаем вот мы заберем сантиметр и это будет наш припуск потому что тоже должно плотно сидеть на голове если будете покупать то вам нужно купить вот высоту у меня как раз вот к счастью получилось теперь что мы делаем это я пылесосом собрала эти ворсинки теперь вот таким вот образом перегибаем мы должны разделить вот эту деталь на три части вот как мы делили наше вязовное полотно на три части вот так я сложила видите три равные части и теперь вот где у нас средняя часть видите здесь сгиб это значит что это наша средняя часть помечаем определяем где у нас вот этот вот вырез видите где у нас эта дырка там где дырка нам нужно сделать разрез так вот определила вот именно эта ширина одна треть всего полотна теперь я это все разрежу разрезала но немного не до конца чуть-чуть я оставила теперь что я делаю вот у нас шапка лицевая сторона вот что очень важно и к лицевой стороне мы прикладываем вот эту вот эту нашу подсомещаем видите вот боковушки мои подсомещаем здесь равномерно припосаживаем все так все смотрите видите вот я все приколола прибулавила теперь теперь будем шить шить будем вот так вот по периметру ровная полоса потом так вот два сантиметра вверх тоже ровно поднимаемся далее сюда и два сантиметра вниз а почему два сантиметра потому что у нас, помните, да, был сантиметр подъема, мы вязали не в круговую, когда делали этот вырез, и еще плюс на швы, здесь шва по сути видно не будет, поэтому шьем так, как вам удобно, я взяла большую иглу, при пуске я делаю где-то на пол сантиметра, большой не делаю, чтобы не было там сильных уплотнений, и шьем вот так вот, по периметру, это отверстие на глаза отшиваем, видите, так должно быть отшито, не растягиваем ни в коем случае, вот так вот, припосаживаем, отшиваем, так, теперь, следующее, как бы, следующий шаг, сшиваем вот эту вот часть, вот видите, здесь у нас осталась шапка, складываем вот таким вот образом, и сшиваем эту сторону, но со стороны макушки, вот видите, нам нужно сделать такой вот, как бы, на макушку шапки, вот такой вот переход, и где-то 5 сантиметров, вот 5, и сюда 5, я вот так вот обрезаю, и теперь сошью, вот этот весь срез, на этом этапе мы выглядим вот так вот, сшила я эту часть, здесь пришита вырез, теперь выворачиваем, выворачиваем, вот просто медленно показывая, чтобы вы видели, как это все выглядит, и теперь заворачиваем через, как бы, вот эту промежность, проем для глаз, на изнаночную сторону, вот, на данном этапе, видим, да, как это все выглядит, теперь выворачиваем, это мы были на лицевой стороне, теперь выворачиваем на изнаночную сторону, уже, как бы, готовую, ну, в смысле, сложенную шапку, теперь нам нужно подшить вот эту часть, так, чтобы, она была подшита на изнаночной стороне, для этого, девчонки, вот, мы пробираемся через верхнее отверстие, пробираемся, вот, да, я продела руку сюда, сейчас мы находимся на лицевой стороне, и вот берем вот эту часть, и вот эту часть, вот так вот подгибаем, держим пальцами, да, вот, мы держим здесь, подогнули вовнутрь, держим пальцами и выворачиваем, теперь вот мы держали, вот это место мы скалываем, либо наметываем, я просто показываю вам сам принцип, потому что, это, если бы была простая шапка, без вот этого отверстия, было бы проще, а вот у нас она усложнена, вот теперь, когда я захватила вот это, как бы, это место, я ее выворачиваю, эту шапку уже нормально, и теперь, видите, оно получается вот такой вот, вот, интересного, интересной конструкции, вот, теперь я скалываю, это все дело равномерно при посаде, кто шьет, им будет понятнее, а вот кто только вяжет, то, конечно, очень важно, так, очень важно равномерно здесь распределить, так, все, вот я ее приколол, а видите, здесь оно будет вот таким вот образом располагаться, да, то есть внутри, и вот по кругу, вот так вот прокручивая, мы сшиваем эти две, как бы, срез, так, далее продвигаемся, девчонки, вот сейчас вот не пугаемся, вот такая вот конструкция у нас должна получиться, видите, видите, так, теперь выворачиваем это все дело, опять проверяем, так, все у нас прекрасно, теперь нам нужно зашить вот эти вот части, значит, это мы можем уже сделать вот так вот, можем делать еще две, две с той стороны, с изнанки, так, значит, напротив вот этого шва, видите, мы складываем это дело вот так вот пополам, шить уже будем по этой стороне, чтобы шов нам не, как бы, продавливался через, через верхнюю, как бы, верхнюю с шапки, значит, пять сантиметров и пять здесь, примерно я делаю этот такой вот срез, вот, и зашиваю, так, то есть, вот этот угол у нас отшит с изнанки, этот уголочек, теперь мы складываем вот таким вот образом, чтобы эти, как бы, два отшитых кусочка совпали, и теперь срезаем вот эти вот углы, один, второй, вот, и сшиваем вот эту вот часть, все, она последняя, сшиваем ее, наша шапка готова, вот он вверх, вот так вот выглядит, то есть, вот, и все, девчонки, вот, наша шапенция готова, нужно ее украсить помпонами, чем угодно, вот, можно ничем, если вы вяжете для взрослого, вот, хорошенечко здесь утрамбуем, и все, вот такая вот у нас шапка. Вот, конечно, она все цепляется, но это поначалу, потом все вытряхнется, все срезы, и будет хорошо. Так, вот такая у нас сегодня, девчонки, шапка, все оно со временем уляжется, потому что, ну, во время ношения все потом еще очень хорошо по голове уляжется, вот. Значит, узор вот этот, вы, понятное дело, можете заменить на любой другой, на жаккард, на какой угодно, вот. Ну и все, мое хорошее. На сегодня это все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.